МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Беларусь и Россия договорились совместно преодолевать негативные экономические тенденции. Об этом шла речь накануне на встрече президента Александра Лукашенко с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым в Сочи. Общение проходило в неформальной обстановке. Был затронут весь спектр вопросов двусторонних отношений. Беседа строилась в продолжении телефонного разговора президента Беларуси и России, состоявшегося 28 января. Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев обсудили также итоги прошедших в Санкт-Петербурге 29 января переговоров премьеров двух стран. Тогда и речь шла о состоянии товарооборота и путях наращивания объема взаимной торговли. В Сочи Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев затронули также вопросы сотрудничества стран в интеграционных объединениях. В частности, обсудили некоторые вопросы деятельности Евразийского экономического союза. И, как сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства, президент Беларуси проведет краткосрочный отпуск в Сочи. Председательство в Евразийской экономической комиссии сегодняшнего дня переходит к Армении. Соответствующее решение было принято в октябре минувшего года в казахстанском поселке Бурабае на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Напомню, по итогам саммита главы государства определили порядок взаимодействия с третьими странами. В частности, были подписаны основные направления международной деятельности и подходы к развитию торгово-экономического сотрудничества. В одном из пригородов Дамаска накануне прогремели несколько взрывов, жертвами которых стали 76 человек. Один из зарядов был заложен в автомобиль, припаркованный на людной улице. Другую бомбу подорвал вместе с собой террорист-самоубийца в рейсовом городском автобусе. Ответственность за преступления взяло на себя исламское государство. Власти Сирии полагают, что таким образом на правительство страны пытаются оказать давление, чтобы сделать сговорчивее. С пятницы в Женеве заседают представители воюющих в Сирии сторон. В Нигерии правительственные эксперты опознали 65 человек из числа убитых в минувшие выходные террористами из группировки Боко Харам. Атака боевиков имела место на северо-востоке страны. Вооруженные исламисты на нескольких автомобилях ворвались в город Майдугури и принялись поливать прохожих автоматными очередями. В окна домов забрасывали гранаты, вследствие чего туземные жители массово гибли не только от пуль, но и от огня. Боко Харам считается африканским филиалом Аль-Каиды. Название группировки можно перевести как «Западное образование греховно». Боко Харам объединилась на базе ненависти к западным веяниям. Ее боевики прилагают максимум усилий к уничтожению всего немусульманского. Жертвами этого становятся почему-то простые нигерийские обыватели. В греческом Перее продолжают высаживаться азиатские и африканские беженцы. К исходу дня здесь готовится принять 6 тысяч человек. Паромы доставляют их в Перей из лагерей на Лесбосе и Хиосе, куда, в свою очередь, мигранты попадают из Турции. За выходные в попытках перебраться на Греческие острова погибло 40 человек. Именно столько несчастных утонуло из-за того, что ко дну пошли несколько лодок. Из Греции беженцы растекаются по Евросоюзу. Всерьез обсуждается вопрос об исключении Эллады из Шенгенской зоны. С точки зрения специалистов, это единственный способ остановить людские потоки на север и запад Старого Света. Однако Еврократия отвергает самовозможность ограничения свободы передвижения в границах ЕС. Потому уже через неделю все, кто высадился сегодня в Переи, наверняка окажутся в Германии. Сегодня, во второй половине дня, у юго-восточных берегов Франции случится кораблекрушение. Предотвратить его невозможно. И даже выбрать место, где обреченное судно налетит на рифы, никак не получается. Корабль «Модерн Экспресс» уже неделю продолжает неуправляемо дрейфовать в Атлантическом океане. На Сухогрузе были плохо принайтовлены 3,5 тысячи тонн леса из африканского габона. Бревовно сместились, и корабль утратила отстойчивость. В настоящий момент крен составляет 50 градусов, и судно рискует перевернуться в любой момент. Поделать ничего нельзя. Команде остается лишь наблюдать за происходящим со спасательного бота. По счастью, окружающей среде грозит лишь утечка сравнительно небольшого количества дистоплива с «Модерн Экспресса». Больше ничего ядовитого на нем нет. Трагикомическое происшествие имело место на чемпионате мира по велокроссу, который начался в Бельгии. Президент Международного велосоюза объявил, что судьями было сделано прискорбное открытие. В раме машины одной из спортсменок нашли хорошо упрятанный, тщательно замаскированный двигатель. Велосипед как будто использовался нынешней чемпионкой мира и Европы, 19-летней Ван дер Драйше. Спортсменка категорически отрицает свою вину, а сам аппарат с тайным мотором прежде будто бы и в глаза не видела. Если обвинения подтвердятся в мировой вело-иерархии, следует ждать масштабных переменных. Олег Романов, телекомпания СТВ. Безопасность в каждый дом. Причины возникновения пожаров, правильной эксплуатации электрооборудования и печного отопления, а также алгоритм действий при чрезвычайных ситуациях спасатели в течение месяца будут обучать белорусов правилам безопасности. После трагедии в Борисове, когда от отравления угарным газом погибли 6 человек, эта тема как никогда актуальна. Профилактические беседы пройдут с пожилыми людьми и со студентами вузов и колледжей. В детских развлекательных, крупных торговых центрах на рынках спасатели проведут конкурсы и викторины на знания основ безопасного поведения. Самую маленькую книгу стихов Максима Богдановича передадут сегодня филиалу Национального исторического музея Беларуси до музея Первого съезда РСДРП. Необычное издание имеет микроскопические размеры 1 на 1 миллиметр. Сделал ее известный российский мастер Анатолий Коненко. Также фонды музея передадут микроминиатюрный герб Республики Беларусь. И это все новости к этому часу. Развитие событий расскажем в 13.30. Всего доброго. Продолжение следует...